Мы продолжаем нашу алмазную серию, то есть серию сюжетов про то, что заставляет женщин трепетать, а мужчин кусать локтик. Прошлый алмазный сюжет мы закончили на том, как эти алмазы достали из земли. Вот только на алмазы это сильно похоже не было. Какая-то куча грязи, точнее куча породы. С очень хитро спрятанными в этой породе алмазами. А сегодня мы расскажем, как эту породу, а точнее кимберлит, от этих алмазов отделяют. Ведь вам же не продают в юридерном магазине кусок булыжника со словами «А там всё внутри, просто отделите одного от другого и всё». Взгляните на эти предметы. Обычный графитовый карандаш и кристаллик алмаза. Как вы думаете, что у них общего? Оказывается, хрупкий серый графит и твёрдый прозрачный алмаз – это одно и то же вещество. Чистый углерод. Недавно программа «Галилео» стала свидетельницей неприятной сцены. Пылкий молодой человек подарил своей возлюбленной настоящий алмаз. А меркантильная девушка усомнилась в ценности подарка. Нам пришлось вмешаться. Мы рассказали, что поиск алмазных месторождений длился целых полтора века. Пока геологи, наконец, не отыскали огромную кимберлитовую трубку в Якутии. Сейчас это самая большая на планете дыра. Именно из неё вычерпывают драгоценную алмазоносную руду. Свежедобытую кимберлитовую руду привозят на горно-обогатительный комбинат. Трудно поверить, но эти серые камни, больше похожие на куски асфальта, и есть алмазы. Самые дорогие кристаллы на планете. Представьте, что шоколад – это кимберлитовая руда. А орешки – это алмазы. Чтобы получить цельные орехи, их нужно аккуратно отделить от шоколада. Интересно, как это сделать? Для начала огромные драгоценные глыбы помещают в конусные дробилки. Внутри этого барабана большие камни от трения друг об друга измельчаются. Тонны кимберлитовой руды путешествуют по дробилкам до тех пор, пока они становятся похожи по форме и размеру на морскую гальку. Затем измельченную алмазную руду отправляют на пенную сепарацию. Она нужна для того, чтобы отделить пустую породу от драгоценных камней. Камни помещают в реагент, напоминающий обычную мыльную пену. Кристаллы алмазов гидрофобны, то есть не смачиваются водой, и поэтому быстро прилипают к пузырькам пены и всплывают. Чтобы определить, есть ли в кусочках руды драгоценный алмаз, породу просвечивают узкими полосками рентгеновских лучей. Как только в зону лучей попадает алмаз, он ярко светится. Фотометр улавливает световую вспышку и подаёт сигнал. Камешек с алмазом внутри мгновенно отсекается от пустой породы. После обработки кимберлитовой руды из невзрачных серых камней получаются драгоценные кристаллы алмазов. Теперь нужно внимательно изучить добытые ценности. Эта машина определяет, сколько карат в каждом алмазе, и сортирует камни по весу и цвету. Чтобы получить небольшую горсть алмазов, нужно обработать пятьсот тонн кимберлитовой руды. И всё-таки наша героиня не понимает, при чём здесь алмазы. Ведь в украшениях используются совсем другие камни — бриллианты. Они намного ярче и изысканнее, чем грубые и мутные алмазы. Ещё немного терпения, и мы всё объясним. В этом запломбированном мешке свежедобытые алмазы. Из Якутии их только что доставили в особый отдел. Здесь мешок с алмазами вскроют и для начала пересчитают все камни. Если всё в порядке, кристаллы отправляются на гемологическую экспертизу. Эксперт по ювелирным камням, геммолог, внимательно изучает каждый камень. Специалист определяет цвет кристалла, форму, вес и степень прозрачности алмаза. Такая диагностика называется правилом четырёх Си. Колор — цвет, кат — форма, карот — вес и клэрити — чистота. Если геммолог заметит в камне даже микроскопические трещинки, значит, в его руках недозревший до алмаза углерод. Чем меньше в камне дефектов, тем дороже он будет стоить. Чистоту и прозрачность алмаза можно проверить и в домашних условиях. Достаточно опустить кристалл в чистую воду. Если после погружения алмаза не будет заметна, значит, у камня очень высокий показатель прозрачности. Нашим кристаллам до совершенства далеко. В них масса скрытых дефектов. Ничто в мире не отражает свет лучше алмаза. Когда световой луч попадает на поверхность камня. Вместо того, чтобы пройти сквозь алмаз, часть света отражается, а часть разлагается на цвета. Вот почему алмаз сверкает и светится. Степень флуоресценции, то есть свечение алмаза, проверяется в ультрафиолетовом свете. Смотрите, как горит кристалл в синих лучах. После многочисленных проверок алмаз готов, наконец, стать настоящим бриллиантом. Завтра мы расскажем вам, как это происходит. А главное, почему кристалл меняет свое название. Кстати, по всему миру работают целые группы опытных специалистов, которые замечательно отделяют драгоценные камни от их предыдущих владельцев. Особенно эффективно это происходит в трамваях и автобусах. Другое непонятно, как эти люди с драгоценностями вообще попали в трамваи и автобусы.